Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 49-й главе книги «Бытие». 49-я глава в основном включает в себя гимн, который вкладывается в уста Иакова, но при этом по сюжету книги Иаков уже вот-вот, прямо с минуты на минуту должен умереть, поэтому до некоторой степени это художественное преувеличение, что он воспевает именно этот гимн. И тем не менее, весьма вероятно, что это действительно древний поэтический текст, который описывает, восхваляет и формулирует структуру Израиля, как устроен этот народ, из каких частей он состоит. И здесь о родоначальниках колен Израилевых говорится очень по-разному, о ком-то крайне скупо, буквально одна строка, о ком-то наоборот более подробно, кто-то в основном достаивается похвал и прекрасных напутствий, а кто-то наоборот упреки получает в свой адрес. Вот начинается с того, что «Послушайте, Израиль, отца вашего, сойдитесь, послушайте сына Иакова. Вот Рузим, первенец мой, крепость моя, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». Дальше там «Симеон и Левий, орудия жестокости, проклят гнев их, ибо жесток». Ну и в общем, в целом в этом списке мы увидим, что, как в случае «Симеона и Левия», жестокость не поощряется, не считается позитивным, так сказать, свойством того или иного клана. Еще один тоже важный момент – это то, что в дальнейшей истории по факту, по-видимому, так не сбылось, не совсем так получалось в перипетиях отношений между коленами. И то, какое из колен будет больше, сильнее, значительнее, и из какого из колен произойдут те или иные люди, не совсем соответствует этой схеме. Ну, по-видимому, потому что никто не собирался ни подгонять схему под реальность, ни реальность под схему. И хотя некоторые исследователи полагают, что вся вот эта вот вторая половина книги «Бытия», это своего рода было сначала написано как предисловие к историческим книгам, ну и в этом случае тоже никто, ни в соответствии между пророчеством и реальностью, ни каким образом сглаживать или прятать не собирался. Поэтому важно, что вот некоторое такое благословение и будущее у этих колен, будущее в том, чтобы жить вместе, чтобы быть связанными друг с другом. Поэтому вот «Иуда, молодой лев, рука твоя на крипте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Вот «Иуде» некое предрекается будущее владычество. Ну и, в общем, довольно очевидно, что это речь идет о пастыре Израиля, о мессии. И в 10 стихе, говорится, не отойдет скипетр от Иуды и законодатель Отчислава, пока не придет примиритель, и ему будут покорны народы. Имеются ли здесь в виду народы мира или колено Израилево здесь названо народами? Никакой очевидный вопрос. Тем не менее, да, вот здесь от колена Иудина, как кажется, придет примиритель, примиритель, тот, кто приносит мир, кто приносит шалом, вот этот вот покой, подобный покою Божьему в седьмой день творения. Здесь на самом деле не так прямо бросается в глаза и с уверенностью можно утверждать, что от колена Иудина придет примиритель, но в любом случае разговор об этом идет именно здесь. Вот Иуда действительно благодаря тому, что приходит примиритель и покоряет племена, вот он становится такой опорой и владыкой своих братьев. Дальше еще про другие колена говорится, в частности про колена Данова, который будет судить народ свой как одно из колен Израиля. Еще заметим также, ближе к концу, естественно, разговор о Иусифе, который отрасль плодоносного древа, ветви его простираются над стеной, то есть высоко и далеко, крепкие мышцы его от рук мощного бога Яковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от бога отца твоего, который да поможет тебе. То есть это Яков говорит Иосифу, от тебя пастырь и твердыня Израилева. Там действительно буквально скала, каменное укрепление Израиля, и там действительно слово пастырь, понимаете. И как это соотнести с тем обетованием, которое дается Иуде, в общем, не очень понятно. То есть если бы у нас был только один этот текст, мы бы затруднились ответить на вопрос, из какого колена все-таки будет происходить примиритель пастырь Израиля. Или это вообще речь идет о людях вполне себе разных. И вот в той или иной форме, хотя бы двумя словами, хотя бы одной строчкой, благословив и напутствовав все колены Израилевы, причем именно как колены Израилевы, соответственно, Яков умирает и заповедует своим детям «Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефроны Хитаянина». Это та самая пещера, которую купил Авраам. И вот они обещают ему это.